Давление, постоянно оказываемое на наше общество, заставило многих деятелей Панура вернуться в строй. Но некоторые от него стали только лучше и настойчивее. И, кстати говоря, Тулси Габбард недавно запостила это видео. Мы его посмотрели и думаем, вам тоже стоит. Вот оно. Сегодня называющие себя феминистками не могут определить слово «женщина» и, к сожалению, хотят уничтожить весь прогресс, достигнутый пунктом девятом за эти 50 лет, по сути, пытаясь стереть саму категорию «женщина». Что ж, так и есть. Это то, что подразумевают заголовки, и мы хотим спросить об этом побольше саму Тулси Габбард. Она бывший член Конгресса и баллотировалась в президенты. И мы рады видеть ее сегодня. Тулси Габбард, спасибо огромное, что пришли. Спасибо, Такер. Зачем вы сказали это? В ответ на что это было? И как давно вы об этом размышляете? Ну, эта проблема возникла не сегодня, Такер. Как вы знаете, я работала в Конгрессе 8 лет. И она только росла и развивалась. Я понимаю эту проблему. Вносила в Конгресс законопроекты, двухпартийные законопроекты. У нас есть люди, называющие себя феминистками, которые с невероятным лицемерием пытаются стереть такое понятие, как «женщина». И делают это, делая то, что администрация Байдена делает сейчас, пытаясь отменить девятый пункт. Закон, принятый 50 лет назад. Точно. Чтобы не признавать больше различий между биологическими мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками. Мой законопроект просто призывал защитить закон о женском спорте, чтобы, как и было задумано пунктом 9, убедиться, что спорт будет придерживаться изначального правила, по которому женщины соревнуются с женщинами, а мужчины соревнуются с мужчинами. Так что видео, которое я запостила сегодня утром, это часть интервью в подкасте, которое я брала у топового женского пловца Райли Гейнс, которая сама непосредственно столкнулась с последствиями действий этой администрации. Ее заставили соревноваться с биологическим мужчиной на национальном чемпионате. По сути, ею пренебрегли в интересах этой наполненной страхом культуры, где всем надо не высовываться из строя, даже если тебе приходится отрицать объективные факты, что есть двухметровый мужчина с мужскими органами, соревнующийся в плавании против женщин в колледже, и ему дают подиум и медали, пренебрегая женщинами. Это и правда сокрушительное поражение того, что нам говорили было феминизмом, и я должен поинтересоваться, в смысле это прямо противоположное тому, за что они вроде боролись. Видите ли вы за этим некий мотив? Зачем вообще кому-то хотеть это делать? Это прекрасный вопрос. Люди, пропагандирующие это, я уверена, у них есть свои мотивы, которые гораздо глубже, чем просто отрицание женщин, отрицание материнства. Точно. Они пытаются изменить наш язык, чтобы мы стерли слово «женщина», «мать» и «сестра» из нашего словаря. Но еще большая проблема здесь в отрицании объективной истины. Да. И как только мы, как общество, позволим этому произойти, что мы больше не верим в то, что правда – это правда, то мы останемся без ограничений, без моральных ограничений. Именно так. И только те, кто у власти, станут определять и говорить нам, что есть правда, а что ложь. И это закончится полным безумием. Да. Они другими словами Бог. И они определяют реальность. Это очень умно. Бывшая конгрессвумен Толси Габбард, спасибо огромное. Спасибо, Такер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok